МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Старый Бобруйск имеет свой собственный характер и атмосферу. Прогулка по улицам старого города принесет вам немало впечатлений. Это не просто место, это вдохновение. Живое воплощение истории. Здесь можно увидеть здание с красивыми фасадами, украшенными колоннами, лепниной и другими декоративными элементами. Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите программу Старый город. И я приглашаю вас совершить небольшой променад по его улицам. Наш маршрут на сегодня улица Чингарская, дом 46. Пустующее здание гостиницы Березина и Европейская. В 1897 году на перекрестке улиц Скобелевской и Ольховской миллионер-лесопромышленник Карл Константинович Незабытовский возвел трехэтажную частную гостиницу и назвал ее Березина и Европейская. Это первое каменное здание в городе, вне крепости, построенное в характерном для того времени архитектурном стиле. На симметричном фасаде с профильным карнизом междуэтажный пояс. Входы украшены простыми атиками, имитацией крупной кладки. Окна на первом этаже шире, чем на остальных. На верхних этажах они прямоугольные. Украшены перемычками и декоративными наличниками. Окна второго этажа с подоконным поясом, наличниками, филенками, небольшим карнизом. У окон третьего этажа украшения в виде замковых камней, наличников, подоконных тяг. Карл Константинович Незабытовский родился в Гродненском уезде 4 ноября 1865 года в родовом имении Олешевичи. После окончания с отличием Санкт-Петербургского университета в 1889 году занимался управлением хозяйства в семейных имениях в Минской и Гродненской губерниях. Крупный землевладелец, консервативный политик, промышленник, член Государственного совета Российской империи, министр сельского хозяйства и активов государства Польши, сенатор. Один из членов основателей партии, краевой партии Литвы и Белоруссии. Стоял у истоков Могилевского сельскохозяйственного товарищества, ведущей сельскохозяйственной организации северо-западного края. На первом этаже гостиницы до трех часов ночи гостей принимал гранд-ресторан «Европа». Роскошный зал с летним садом, бильярд, оркестр, ложи, отдельные кабины, а также винный погребок и отменная кухня. И приемлемые цены были залогом престижности этого заведения. На первом этаже гостиницы размещалась и первая в Бобруйске почтово-телеграфная контора. Было в отеле и туристическое агентство. Одно из первых в то время. Бобруйчанам предлагали совершить путешествия в Канаду, Африку и Америку. После Октябрьской революции гостиница «Березина» и «Европейская» перестала существовать. В 1920-30-е годы в здании бывшей гостиницы размещался штаб Чангарской кавалерийской дивизии из 11-й конной армии Буденова. Именно эта дивизия штурмовала укрепление Чангарского перешейка во время разгрома войск генерала Врангеля, засевшего в Крыму. События гражданской войны в России 1917-1923 годов. Великая Отечественная война закончилась. Голод и разруха. Здание гостиницы «Березина» и «Европейская» было приспособлено под квартиры коммунального типа. И только в 1980-х годах из-за аварийности здания жильцы дома были переселены. Сегодня здание гостиницы «Березина» и «Европейская» в Бобруйске пустует. Тем не менее, обладая определенным антуражем, оно привлекает не только туристов, выбравших отдых в Бобруйске, но и кинорежиссеров. На территории здания гостиницы проходили съемки восьмисерийного фильма «Охота на гауляйтера» с Анастасией Заворотнюк в главной роли. Но съемки завершились, и здание вновь опустело. Здание гостиницы «Березина» и «Европейская» находится недалеко от «Социалки». Так жители города с любовью называют свою пешеходную улицу. Так что возле гостиницы проходят многочисленные экскурсии по Бобруйску. Старый город интересен своими неповторимыми домами. Они его душа и хранят в себе память о тех, кто был рожден и жил в них. Память о человеческих судьбах, о счастье и любви, о боли, об одиночестве и скуке. Все помнят стены этих домов. Каждая судьба оставляла на них свои отпечатки. И со временем дома обрели души. Я люблю Бобруйск за то, что я здесь родился. Это мой родной город, я здесь вырос. А его уникальность, наверное, большое количество памятников. Да. Большое значение придается тут. История о Великой Отечественной войне. Я люблю его. Это мой город. А за что? За все. За все. Ну, за все. Все мне нравится здесь. Это город моего детства. Это моя родина. И как это можно не любить? Люблю за красивые улочки старинные, за архитектуру, за природу, за отзывчивых и добрых людей. Комфортно жить в городе. Здесь тихо. Например, когда приезжаешь в Минск, там очень шумно. Приезжаешь сюда, и ты отдыхаешь. Спокойно. Такой спокойный город для, знаете, для жизни с семьей. Здесь живут мои родители. Здесь родилась я. Ну, как бы, это самая основная причина. Второе. Ну, я привязана к месту, в котором я выросла. Мне здесь комфортно. Везде я могу дойти пешком, доехать. Ну, то есть, все близко, все есть, все классно. Ну, как бы, ну, опять-таки, у кого какие цели на проживание в какой-то определенной местности? А так, я люблю свой город. Внешний облик старого города постепенно обновляется. Бобруйский краеведческий музей проводит масштабную исследовательскую работу для демонстрации туристического потенциала города на Березине. В планах разработка специального экскурсионного маршрута по его историческому центру, мобильного приложения и QR-коды. Они помогут гостям города сориентироваться в потоке информации о каждом доме, который пронизан историко-культурной ценностью. Уважаемые друзья, если вы устали от привычного маршрута «Дом, работа, дом», то программа «Старый город» приглашает вас каждый понедельник совершить необычную прогулку. Мы очень постараемся буквально за несколько минут рассказать вам о нашем старом городе. Он точно хранит еще для вас пару нерассказанных легенд и нераскрытых тайн.